В этом видео вы посмотрите Токовские водопады Днепропетровской области, а также дорогу, как сюда доехать. Выехали мы на Токовские водопады с Кривого Рога. Практически весь путь ямы, не разгоняйся, так как постоянно надо тормаживаться и вилять между ямами. Поворачиваем налево на Апостолово. Дорога точно лучше не стала. В самом Апостолово дорога нормальная. Выехав с города, едем как по минному полю. Яму везде и не видно, чтобы их когда-то латали. На навигаторе мы выставили сразу Токовские водопады, что делать не надо. Об этом я скажу позже. Навигатор вот здесь показывают налево, в сторону Червоный Ток, а прямо на село Токовские. Запомните это место. Но я лишний раз решил спросить у местного. Это сюда? На водопад? Да. Сейчас едете, прямиком упираетесь, будет в трасса. Ага. Получается так налево уходите, будет так прямо-прямо дорогой, так раз, ну получается на грунтовку на обычную будет съесть. И по прямой так, ну так в эту сторону, прямиком там упрётесь в водопад. Да там увидите, там люди там много. Да, хорошо, спасибо. Едем сначала по населённому пункту. Выезжаем на дорогу из плит. Едем как по стиральной доске. Плиты далеко не вровень, но на них хоть ям нет. Дальше по наводке поворачиваем налево. Здесь аккуратно, всё раздолбанно. Едем по узкой асфальтированной дороге. Поворот направо по главной. Больно смотреть, когда специально сжигают поля. Причём дикие. О животных никто не думает. Кстати, о животных. Если видите домашних, любых животных у дороги, сразу притормаживайте. И медленно едьте, так как они непредсказуемые в поведении. Вот как здесь. И вот мы перед последним поворотом направо. На долгожданные водопады. Здесь просто грунтовка, немножко песка и камушки. Повезло, что не рыхлая дорога. Пока мы едем по партизанской дороге, я скажу. Не идите по этому пути и не выставляйте в навигаторе таковские водопады. Просто забивайте в навигатор село Токивское. А оттуда там километров пять. И вы на месте. И не по грунтовой дороге. Поэтому, где я говорил, запомните это место, где мы с местным разговаривали. Едьте не поворачивая, а прямо. И там по главной доедете. А какая там дорога, посмотрите уже в конце ролика, когда мы обратно возвращаемся. Всем привет! Вы на канале Мотолайф. Я Комбат. И у нас очередное путешествие в программе «Украина глазами байкеров». Сегодня мы находимся на Токовском водопаде Днепропетровской области. Здесь, как вы видите, ландшафт из камней, вода, водопад. Рядышком еще есть карьер. Мы сейчас взлетим еще дроном, посмотрим с высоты, как здесь красиво. Здесь очень много людей. Все отдыхают. Там кто-то ловит рыбу, кто-то загорает, кто-то купается. В общем, шикарное место. Давайте вместе посмотрим это место. Токовские водопады – это одно из самых красивых и загадочных мест в Днепропетровской области. Сюда можно приезжать весной, летом, осенью. В любое время года это место прекрасно. Еще этот водопад называют Шолоховский или водопад Калнышевского. Почему – расскажу чуть позже. Интересная легенда. Вообще, это гидрологический памятник местного значения. Официальное название – водопад на реке Каменка. Здесь каскад из небольших водопадов, протяженность которых около 30 метров. Для меня уникальность этого водопада в том, что он находится посреди степи и образует завораживающий оазис. Водопад. Водопад. Водопад образовался еще в мезозойскую эру. На выступах красного гранита, которыми окружены оба берега реки Каменка. Здесь и есть интересная легенда, связанная с последним кашевым атаманом Запорожской сечи Петра Калнышевского. Он где-то здесь спрятал сокровища – 150 тысяч серебром, которые получил из-за проданных лошадей. Их до сих пор не нашли, поэтому у вас есть шанс. Глубина реки в пределах каскадов около полуметра. В реке водится рыба. Места без цивилизации, мусорных баков нет. Поэтому большая просьба, все продукты своей жизнедеятельности в пакет и забираем с собой, а не оставляем под деревом. Буквально 100 метров от водопадов находится огромный гранитный карьер. Именно здесь гранит уже не добывается. Но эта местность очень богата гранитом. И несколько предприятий здесь занимается добычей его. Здесь не камень шел на строительство Москвы. Мавзолей тоже с него построен. Также делали памятники, которые находятся во Львове, Ивану Франку и Непрозыржинске, Брежневу. Камень здесь обладает мелкозернистой структурой и используется для наружной отделки. Токовский карьер не самое известное, но очень красивое место. Глубина карьера около 15 метров. Видимость до 2 метров. На дне карьера лежат гранитные плиты и металлические конструкции. Сюда приезжать надо ради необычных видов и красивых снимков. Или просто приехать с палаткой и насладиться живописной природой и шумом Токовского водопада. Вот такие Токовские водопады Днепропетровской области. Здесь очень красиво. Рекомендую сюда приехать, хотя бы посмотреть, пофоткаться. Ну, классно. Природа шикарная. Единственное, что вода не такая чистая, как я читал в интернете. Особенно были классные фотки там, где гранитный карьер с водой. Вот мы над ним летали. Там была голубая вода. Сейчас она далеко не голубая. Поэтому такой красоты мы не наблюдали. Ну, классно. Классно. Приезжайте сюда. Дорогу вы сюда видели. Мы ехали сюда с Кривого Рога. А сейчас мы будем возвращаться в Днепр, но по другой дороге. Поэтому в конце видео будет эта дорога. Обязательно посмотрите. Если вы будете планировать сюда поездку, выберите уже, какая дорога вам больше подходит. В принципе, такой репортаж. Токовские водопады. Если вам было полезно и интересно это видео, подписывайтесь на канал Мотолайф. Ставьте лайк. Бейте в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А у нас впереди еще много разных достопечательностей Украины. И до встречи на дороге. Пока. Насладившись природой, отправляемся домой в Днепр. На навигаторе выставляем город Днепр. И путь проложен уже не через ту дорогу, что мы ехали сюда. Едем по утрамбованной грунтовке, но с камушками. По краям дороги встречаем гранитные глыбы. Дальше попадаем на старую дорогу. То ли это асфальт, то ли бетон был. Непонятно. Во всяком случае, хорошо, что не по песку. Так мы выезжаем в село Токивское. Думаем сразу поехать через Софиевку, но там дорога походу совсем плохая. И поехали на Покров, Никополь, Днепр. Обзор этой дороги оставлю в описании под видео. Всем приятных путешествий и не сидите дома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин